сейчас будет самый самый первый выезд на моем электровелосипеде шуин передний привод 350 ватт сегодня конец октября уже скоро снег ляжет а я себе электровелок купил ума палатка я понимаю аккумулятор не на месте надо его под раму закрепить этот контроллер тоже не на месте то есть его на скотч примотала всем но так хочется покататься спасу нет погнали вот скорость измеряет вот даже еще не пользуемся электромотором скорость правильно измеряет где-то датчик в моторе видимо в самом стоит эта ручка газа немного гудит колесо шестеренки слышно чуть-чуть всем привет хочу сообщить что я купил себе электровелосипед я мечтал о нем еще с детства лет пять наверное я копил деньги и читал заметки в интернетах смотрел ролики с обзорами приценивался на алиэкспрессе наконец-то я себе купил такой набор повесил его на свой боевой велосипед и покатался общие характеристики моего собранного набора такие передняя редукторная мотор колесо 350 ватт 36 вольт аккумулятор 10 ампер часов в качестве донора велосипед швейн вояджер с колесами 700 на 35 максимальная скорость 30 километров в час дальность пробега пока неизвестно ожидается 30 километров ссылку на набор магазине алиэкспресс я оставлю в описании к ролику плюсы электро велосипеда очевидны это просто велосипед с мотором может вести тебя даже если не крутить педали ну пока есть заряд конечно ну вот отмечу минусы относительно без моторного велосипеда первый минус это то что электро велосипед дороже обычного велосипеда совершенно очевидно на стоимость набора а второй минус следует из первого из-за возросшей стоимости велосипед теперь боязно оставлять у магазина ну то есть если я приехал в магазин там его оставил где-то у входа и ушел еще по каким делам то теперь есть о чем жалеть если велосипед сопрут и сам набор он еще выдает электровелосипед то есть он виден соответственно соблазнов у потенциального воришки больше и для меня это ограничение свободы так как раньше я привык ездить велосипеде по магазинам и другим делам и оставлял его и не беспокоился конечно там можно забрать аккумулятор с собой ли тому прицепить но это столько возни что может проще на машине ну и третий минус это то что электро велосипед существенно тяжелее обычного прибавка весе около 10 килограмм то есть сам аккумулятор там мотор контроллер я кстати купил мотор на 350 ватт а не на 500 ватт хотя 500 ватт на мотор не существенно дороже там в общей стоимости но я купил 350 ватт именно из-за экономии веса потому что мотор на 500 ватт он примерно на один килограмм тяжелее ну хватит о минусах свой набор я купил на алиэкспрессе 27 тысяч рублей в октябре 2018 года да ну за ставкой 27000 и с отправкой со склада в россии из города челябинск и на момент создания этого ролика вот в марте 2019 года стоимость набора не изменилась то есть я даже зимой пару раз заходил думал может акции какие-нибудь будут ну вот у этого продавца не менялась цена немного расскажу про виды моторов чтобы пояснить интересующимся новичкам некоторые аспекты электровелосипедов сразу поясню что глубокого анализа не будет и что в нашем мире так непонятно что полно разных решений и я отмечу ситуацию которую наблюдаю из анализа предложений продавцов и количество заказов основных типов моторов которые есть продажи 3 это мотор-колесо с редукторным мотором мотор-колесо с без редукторным мотором и подвесной мотор иногда его называют миг драйв видимо слова миду я сделал краткую сравнительную таблицу ссылку на нее я оставлю под видео но скажу вывод без редукторный мотор можно использовать для любых велосипедов но мощные скоростные велики лучше делать именно с таким мотором тут надо не забывать что чем мощнее мотор тем надо надежнее донора толще обода жирнее спицы будет расти вес нужны классные тормоза и прочее редукторное мотор-колесо надо брать если предполагается скорость там не более 30 километров в час подойдет практически любой донор такой мотор-колесо для пенсионеров подвесной этот мид драйв для тех кто любит заморачиваться такой мотор дает хорошие возможности но он дороже и побольше возни еще хочу обратить внимание что есть не очевидный выбор на какое из двух колес устанавливать мотор то есть на переднее или заднее тут тоже есть свои плюсы и минусы поэтому хватает споров вкратце отмечу что на переднее колесо гораздо проще устанавливать мотор чем на заднее но при этом есть такая проблема что крепление передней вилки но не рассчитана на нагрузки от мотора и в этом месте она может испортиться поэтому там надо усиливать заморачиваться еще вообще сейчас появилась тенденция покупать не наборы для велосипедов а уже готовы электро велосипед от завода купить можно прямо на алиэкспрессе с доставкой стоят такие велосипеды от 35 тысяч рублей то есть я свой набор купил за 27 тысяч рублей без велосипеда в то же время можно было купить уже готовый велосипед с доставкой за 35 тысяч рублей с похожими характеристиками мотора и аккумулятора при этом вы покупаете уже сбалансированный велосипед с нужными отверстиями подкрепления аккумулятора и контроллера а не тратить потом неделю жизни на очередное приколхозивание всякой шнеги как это делал я в заключении хочу выразить свое мнение об электро велосипедах и вообще об электро транспорте во первых я покатался всего один день и понял что мне электро велосипед не нужен если бы я это осознал ранее то не купил бы его и сейчас я хочу от него избавиться выкинуть конечно жаль если кто-то хочет купить обращайтесь во вторых глядя на свой электро вел я понимаю что наступление эры электро транспорта которым я так долго мечтал о котором многие вожделенно рассказывают она откладывается и главная причина моего мнения это то что эти наборы все-таки дорогие и за время моих наблюдений их доступность не изменилось как они стоили 500 баксов самые дешевые 67 лет назад так и сегодня стоит столько чем пока кому интересно спрашивайте и